Владелец здания, которое находится рядом с местом трагедии в Золе, туда будет платить двойную налоговую ставку за эту недвижимость. Здание сегодня получило статус разваленной. Его судьба должна окончательно решиться весной следующего года. Подробности у Ксении Колесниковой. Владелец девятиэтажки на пред АИНС-20 должен был привести здание в порядок до сегодняшнего дня. Однако работы сегодня продолжаются. Вопрос высотки в Золе, туда, возле места трагедии, оказался на повестке дня комиссии по деградирующим среду зданиям Рижской думы. Девятиэтажку на пред АИНС-20 сегодня классифицировали как развалину категории «Б». Теперь владелец будет платить за нее в качестве налога на недвижимость вместо 11 тысяч евро 22 тысячи евро. Причиной такого решения стало отсутствие нового технического обследования объекта. Во внимание была принята проверка 2015 года, по которой износ конструкции здания достигает 70%. В Думе не исключают возможность принудительного сноса здания, если не удастся найти компромисс с новым владельцем. Правда, в таком случае владелец здания сможет подать в суд на самоуправление и взыскать ущерб. Он может исчисляться миллионами евро. Самоуправление настаивает на том, что у здания не должно быть подземной стоянки, которая является полом рухнувшей максимы. А без стоянки здание не будет отвечать требованиям функциональности. Или они сносят верхние этажи. Этот дом будет не такой высокой этажностью, чтобы обеспечить все показатели. Или они на первом, втором, третьем этаже сделают автостоянку. Это уже их проблемы, это их экономика, как они это могут сделать. Все можно сделать. Можно этот дом снести и построить хоть двух, хоть трехэтажный дом. Если вопросы такого реального разделения не решатся, я думаю, что у нас ничего не останется делать, как принимать весной постановление Думы о насильственном сносе этого здания. Сам владелец заявил, что он не является девелопером. Его компания была вынуждена перенять это здание как залог плохого кредита. Поднялся вопрос обмена земли под зданием на эквивалентный участок земли в другом месте. Но Prana Property отказались его комментировать. Мы провели с Рижской думой один этап переговоров на эту тему. Официального письма мы от Рижской думы еще не получали. И я упомянул об этом на заседании, на сегодняшнем. Подчеркиваю, и над этой темой мы работаем. Олег Буров заверил, что предприятие получит официальное предложение. На данный момент Дума готова только выкупить землю, а не все здание. Самоуправление не готово платить миллионы евро за здание, которое они все равно потом снесут.